В Якутии тронулся лёд. Густой ледоход наблюдается у посёлка Витим Ленского района. Также вскрытие льда произошло ниже по течению у посёлка Пеледой. Чтобы максимально обезопасить республику от весеннего половодья, оперативные группы МЧС Якутии находятся в Ленском, Алданском, Амгинском и Татинском районах. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Сегодня оперативная группа МЧС совместно с гидрологами на вертолёте произвела ледовую разведку в Ленском районе. Территория мониторинга составила более 200 километров. По прогнозам в районе 5-8 мая будет наблюдаться ледоход в районе населённого пункта Витим и Ленска. По предварительным прогнозам развития палатковой ситуации в этом году на реках республики ледоход ожидается раньше многолетних сроков в среднем на 5-7 суток. В целом у нас зима была очень тёплой для всей республики, весна также у нас ранняя. Но вот у нас вот заметно, ну по сравнению, если климату смотреть, у нас похолодало. В настоящее время уровни воды ниже критических и угрозы подтоплений населённых пунктов пока нет. Но по многолетним наблюдениям в зоне затопления могут оказаться до 121 населённого пункта. На других реках продолжается процесс разрушения льда и уже видны закраины. В этом году мы ожидаем, что у нас высокие уровни воды будут на реке Колыма. В силу того, что в зимний период большие снегозапасы образовались. Соответственно, есть прогноз, что в Среднеколымске, в Зырянке, по реке Алазия уровни воды будут выше опасных. Сегодня все силы и средства службы спасения переведены в полную готовность. Для контроля прохождения весеннего половодия правительство Якутии спланировало работу восьми межведомственных оперативных групп. Помимо Ленского района оперативные группы также работают в Алданском, Татинском и Амгинском районах. В настоящее время находятся в Якутске в полной готовности две резервные группы, десантные две группы, водолазные. В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на реках республики завершены превентивные меры по ослаблению прочности льда. Зачернено более 687 гектар и распилено около 60 километров льда. При возникновении заторов планируется проводить взрывные работы. Всего спланировано 47 мест подрывов льда. Тем дольше стоит бывшая по реке Лена, тем лучше. Поэтому максимально мы должны удерживать большую воду в Ленском районе. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций спланированы маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из зон возможного затопления. Для этого подготовлены 261 пункт временного размещения общей вместимостью более 27 тысяч человек. Также спланирован отгон скота, лошадей и домашних животных на возвышенные места.